приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке в этом видео делим внимание 21 апреля друзья поговорим о народных приметах на этот день поговорим о народном празднике о народном календаре и конечно же уделим внимание лунному календарю далее все более подробно в этом видео 21 апреля вы знаете отмечается народный праздник родион ледолом святой являлся родственником апостола павла и был епископом при римском императоре нейроне был казнен за свою веру в этот период начинался активно таять лед и образовывались многочисленные расколы за этот день получил и название ледолом наши предки верили что сегодня месяц встречается солнцем и поэтому народ пристально наблюдал за сегодняшним днем ведь если день был ясным то встреча считалось доброе а значит летом будет же и такая погода лето будет плохим если в день встречи погода была пасмурной и наблюдался туман с этого дня начинали пахоту работу нужно было выполнять качественно с добрыми намерениями и не линясь ведь работа была сложной и требовала особого внимания девушки в этот день проводили обряд они приходили к реке на рассвете и левой рукой черпали водичку потом ею умывались и читали слова чтобы смыть себя все плохое и нужно было это для женщин которые оставались в дом вдовами или их оставил мужчина а хозяйки сегодня выпускали маленький гусят и цыплят с завязанными глазами для того чтобы ослепли коршуны с воронами если сегодня увидеть впервые в стаю журавлей то брали жмению земли и и мешали спросом и когда и и его сеяли то ждали щедрого урожая после на приплод ставили в гусиное гнездо соломинки а люди в этот день чествовали диких с дверей в старину погоды и о многом рассказывает в этот день поэтому будьте внимательными и обращайте внимание на знаки природы летом будет идти частые дожди если утром туман появился а хорошим будет лето если день ясный и светлый пора проводить земельные работы если земляной ком легко рассыпается урожай на будет волокнистым если земля мхом обросла во время пахоты на следующий день будет тепло но может неожиданно гроза прогреметь если вечерние сумерки ранние и луна отливает красным цветом также сегодня не стоит набирать воду из рек озер для хозяйственных нож ведь можно таким образом разозлить водяного если сегодня вы приступили к огороду и решили посадить клубнику то набирайте водичку из колодца если вы заранее знаете что был дождь или он пошел сегодня приготовьте большую посудину которую наберется дождевая вода и она лучше всего подойдет для всех домашних дел в народе эту воду даже использовали для стирки ведь вода очень хорошо отстирывала вещи и придавала им чистый вид также не рекомендовано сегодня отправляться на рыбалку ведь улова сегодня не будет вернетесь пустыми руками и в подавленном настроении оставьте это удовольствие на выходной день будет больше времени на отдыхе скорее всего появится компания это могут быть друзья вторая половинка или дети а также внуки такой группой вы явно не соскучитесь и можно будет затеять сделать шашлык на костре или приготовить вкусный плов сегодня мужчинам стоит привести себя в порядок сделать стрижку и побриться одежда в этот день должна быть опрятной ваш внешний вид должен привлекать и выглядеть вы должны как с иголочки все домашние дела которые касаются уборки дома сегодня отменяются можно проявить слабость и отдохнуть по полной программе и за это не чувствовать вино сегодня можно зайти в социальные сети посмотреть фотографии почитать последние новости а также продолжить смотреть любимый сериал если природа расслабляет вас то выйдите в сад или огород можно убрать сухую траву листья подрезать деревья виноград и кустарники если погода будет хороший сегодня и солнце жарким то можно загорать от первых лучей солнца обязательно пользуйтесь специальными кремами от загара чтобы после холодов не повредить свою кожу а девушкам кожу лица не стоит сегодня строить больших планов на будущее особенно финансовом плане иначе могут быть проблемы которые приведут к затяжному стрессу если хочется о чем-то помечтать или порассуждать попробуйте распланировать свой день расписать его почасово так вы сможете проанализировать чем вы занимаетесь например в течение дня чем можно его дополнить а что лучше сократить какие новые привычки можно добавить к своему дню потом можно перейти и на планирование контроль бюджета воды в день пищи которую вы употребляете не думайте о том что вы таким планированием загоняете себя в ран в рамке наоборот вы чувствуете себя лучше когда все будет расставлено по полочкам и наладится дисциплина в будущем если все будет хорошо получаться можно перейти и на планирование месяца для таких действий подойдет обычный блокнот и ручка или в заметке вашем телефоне уделитесь сегодня свое внимание обязательно ребенку знаете как дела что нового возможно вы чего-то не знаете и нужно углубиться в разговор больше чем обычно дети этого не любят но если их разговорить дальше можно будет просто слушать узнайте об увлечениях ребенка на этом этапе может быть он хочет заняться чем-то новым пойти на какой-то кружок или секцию спорта проявите заботу и поддержите его увлечение узнайте почему именно это они что-то другое попросите научить и вас чтобы вы оставались на одной волне и могли понимать друг друга узнаете про общение ребенка с кем он сейчас дружит может из первая влюбленность этого не стоит стесняться кто если не вы поговорите об этом сегодня вы можете увидеть сны которые в будущем окажутся вещами только не стоит о них рассказывать кому-то сохраните это только в своих воспоминаниях если это принесет вам большую радость то старайтесь в реальной жизни двигаться в этом направлении тогда все обязательно у вас получится может быть успех будет колоссальным а именины сегодня празднуют иван-мария и сергей также обращаем внимание что сегодня 21 апреля вылезали из земли всевозможные змеи но в этот день их нельзя убивать ибо кто увидит змею и убьет тот солнце будет три дня плакать также по народному календарю обращаем ваше особое внимание нельзя в этот день убираться в доме уборка могла пробудить домового после чего он будет всячески портить жизнь хозяевам не следует отвлекать домового и от разных дел если верить народным приметам то он может выйти из себя и тогда весь дом перевернется с ног на голову также нельзя выходить в этот день из дома не поклонившись зиме считалось что на радио на ледолома она окончательно покидает края если с ней не простится подобающе она может обидеться и вернуть морозы а из-за этого соответственно может пострадать и урожай не стоит в этот день ходить на рыбалку скорее всего останетесь без улова не стоит покупать в этот день лошадь или корову животное может затаскивать по хозяевам и даже заболеть также в этот день не планируйте какие-либо важные дела и не стройте далеко идущие планы потому что они грозят вам финансовыми проблемами вот друзья нас с вами такой день по народному календарю 21 апреля ну а далее у нас с вами лунный календарь на 21 апреля 2022 года по лунному календарю друзья нас с вами ожидает 20 и 21 лунные дни убывающая луна в знаке зодиака козерог сегодня очень серьезный и интересный день сегодня можно совершить невозможное время духовного преображения и преодоления каких-либо сомнений приготовьтесь к тому что этот день будем будет очень сильно насыщен энергией но она несет себе созидательное а не разрушительное начало если вы сумеете правильно ею воспользоваться и обернуть увеличившиеся силы себе же на пользу то вашей жизни вскоре могут произойти события которые станут очень значимыми не бойтесь сегодня быть активными и проявлять инициативу это обернется только хорошими результатами и успехом в любом деле в целом энергетика этого дня способна раскрыть человеку глаза на многие вещи которые он раньше не понимал мир может открыться для него совершенно с иной стороны в результате могут измениться планы на будущее и образ мыслей к этому всему можно прийти только через понимание своих прошлых поступков и ошибок через их исправления только так человек сможет почувствовать в себе силы идти дальше внутреннюю чистоту и возможность что-то решать и предпринимать обращаем ваше внимание что сегодняшний день благоприятен как для бизнеса так и для общения и домашних дел а также переезда что же касательно стрижки то этот день для стрижек совсем не подходит волосы потеряют вид и будут тусклыми и безжизненными а прическа окажется скучной и неинтересной поэтому не тратьте свое время ни на укладки не на прически они вам все равно не понравятся даже выбрав одну из них через несколько минут вы поймете что на вам совершенно не к лицу это может легко испортить вам настроение очень плохое влияние на здоровье волос окажет все что будет изменять их структуру это и ламинирование и химическая завивка и кератиновое выпрямление поэтому перенесите это на более удачный удачный для этих процедур день более того все манипуляции с волосами скажутся негативной и на вашем здоровье к армии и отношениях с близкими людьми оставьте свои волосы в покое вы увидите чтобы этот день для вас будет очень хороший также обращаем ваше внимание что волосы лучше сегодня не окрашивать чтобы не навредить своим делам и не испортить настроение лучше волосы расчешите в направлении каждой части света этот жест привлечет максимум природной энергии и приблизит вас к самоанализу и рефлексии обращаем ваше внимание что сегодня зависть и недоброжелательность могут навредить вам поэтому постарайтесь и усмирить гордыню сегодня не стоит пользоваться духами а также выбирать духе день не рекомендуется для работы с запахами вот такой у нас с вами друзья день 21 апреля друзья обязательно подписывайтесь на наш канал эзотерика для тебя заходить на сам наш канал нас на канале очень много полезной и важной нужной и интересной информации также подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео обязательно ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете смотрите там очень много будет полезной важной нужной и интересной информации всем приятного просмотра